Сетка автомобильных дорог Минской области прорастает новыми трассами, путепроводами и мостами. Самые активные работы сконцентрованы на аутотрассе Р-23 Минск-Микошевич и будовництвем КАД-2. По каких стандартах будут новые дороги и как изменится транспортно-логистичная система региона всей Украины с их открытием? Алексей Кондратенко протестировал якость асфальту и бетону. Кони на поле для дороги отчувают простор и махчимость разогнаться галопом. Автомобилисты, которые проезжают мимо, не заизгростят скакунам. Ведают, будет простор и худкость и на их улице, в докладной трассе Р-23. Каждый день тут работают около 300 человек и сотни одинок дорожно-будовничьей техники. Мы усилили производство работ. Провлечены уже и местные строители, а также привлечены организации Минского обдорстроя. Миллиораторы Минской области будут привлечены для того, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи. Трасса Минск-Микошевичи станет четырехполосной. Автодорога вельми запотрабованная. Она связывает всю Краину и столицу с такими промысловыми городами, как Слуцк и Солигорск. Тому Р-23 адаптуют для большего потока грузовых авто. У той же час з'является и дорожная инфраструктура. Мы строим в каждом населенном пункте пешеходные переходы, разносим левые повороты, если уж нет, не можем обойтись без развязок в разных уровнях. Освещение устраиваем, устраиваем светофорное регулирование движения. Каждая дорога у нас проходит институт истории Академии наук, Академия наук. Они проводят изыскания на возможность перехода животных через дорогу, лягушек. И там, где мы свои дороги пересекаем, мы везде делаем переходы, проходы. У Увынику одна из магистралей на поудне Минской области прокладывается по найновших европейских стандартах. Ахова природы и одночасово безопасный рух автомобилей. На участках трассы, что проходят празд лес, усталевывают специальную огороджу. Таким чином водители смогут избегнуть нежаданных встреч с дикими живелами. Сегодня активно строят еще один стратегично важный объект – другую Минскую кольцевую автодорогу. По наиближайший час тут пачне працаваць новый бетоноукладачный комплекс, який паскорыць темпы укладки дорожного покрыця. Алексей Кондратенко и Денис Гатсила, агентство Талиновин.